Приветствую коллеги, это Тихмил Аналитика и с вами я, Артур Идиатурин. Сегодня мы с вами разбираем ситуацию по евро-доллару. Вчера у нас появился отчет протокола июльского заседания ЕЦБ, на котором было очень много интересных моментов. Я сегодня ваше внимание хочу застрелить на этом отчете и разобрать начавшееся снижение евро, с чем же оно может быть связано и что вообще дальше ждать. Во-первых, что нужно отметить по протоколу? ЕЦБ сейчас достаточно плохо понимает, что ждет европейскую экономику впереди. Об этом можно сделать вывод, посчитав, сколько раз ЕЦБ в своем протоколе упомянул слово «неопределенность». Слово «неопределенность» это у нас некоторые, грубо говоря, непросчитываемые события, непросчитываемые риски. Точнее, просто непросчитываемые события. Если риск это то, что можно просчитать, можно какие-то статистические анализы провести и примерно предполагать, что с какой вероятностью случится, то слово «неопределенность» это не равно слову «риск». Это то, что мы не можем измерить. Так вот, слово это ЕЦБ «неопределенность» повторилось 20 раз, что как раз говорит о том, что он не понимает, что ждет впереди. Он не уверен, что можно ожидать. Наверное, употребление этого слова 20 раз в стейтменте, в протоколе, наверное, рекорд. Ни разу не встречал такого. Далее, да, вот ЕЦБ у нас в отчете в этом протоколе неожиданно начал рассуждать о том, что такое восстановление, что такое отскок экономики. То есть он призывал обратить на это внимание, призывал проанализировать два эти термина, понять их различия и вот аргументировал, почему важно понимать эти различия. Почему это так? Зачем он это сделал? Значит, в первые два месяца лета и в мае, да, вот даже у нас экономика ЕС переживала достаточно сильные, достаточно мощные подъемы. Наверное, заметили это в данных, если вы анализировали. Так вот, сейчас Центральный банк посредством этой дискуссии, начала этой дискуссии, да, в своем протоколе, он хочет быть уверен, что рыночные участники не строят иллюзию по поводу того, как долго будет продолжаться это восстановление и какова его природа. ЕЦБ хочет именно донести, что сейчас вот это улучшение, да, что прослеживается в экономических данных, что мы наблюдаем, это прежде всего отскок, это не восстановление. Отскок, да, вот его природа такова, что он может набирать импульс, может становиться больше или меньше, но базовым сценарием дальнейшего развития, финала, это затухание отскока. В то же время восстановление у нас это самоподдерживающийся процесс в экономике, который обычно может быть оборван только сильным шоком, то есть он не затухает, он имеет тенденцию, наоборот, набирать обороты, если это именно восстановление. Так вот, еще раз повторюсь, это посредственно этой дискуссии, то, что важно понимать, что такое отскок, что такое восстановление, ЕЦБ хочет обратить внимание, что он ожидает затухания этого импульса, который мы наблюдаем. А вот, значит, и вот если мы по-другому, как бы, да, перефразируем это, как бы, ЕЦБ, что нам хочется сейчас сказать, что вот все, что вот этот отскок, да, который мы наблюдали, это не есть начало новой повышательной фазы цикла. ЕЦБ сомневается, что это имеет именно такую природу и призывает других участников рынка, как бы, тоже это понять. И вот действительно нам не пришлось долго ждать, чтобы понять, о чем же наш ЕЦБ предупреждает, что это такой за отскок и почему он уже закончится. Сегодня у нас мы видим было снижение в евро-долларе, давайте обратимся к экономическому календарю, чтобы посмотреть, какие у нас отчеты вышли. Так вот, началось у нас, да, как мы видим вот здесь, по Франции индексы производственной активности, композитные и в производственном секторе. Композитные, да, это получается тот, который себе зачитает производственный сектор и непроизводственный сектор. Отдельно по производственному сектору, отдельно по сфере услуг видно значительное отставание от прогнозов о Франции. В Германии чуть лучшая ситуация оказалась, чуть лучшая ситуация оказалась у нас в производственном секторе, Но в целом композитный индекс производственной активности, по сфере высок, тоже видим замедление, тоже видим отставание от показателей, достаточно позитивные показатели. В общем, по еврозоне агрегированные показатели, также сильное отставание от прогнозов. В принципе, этот вывод можно было сделать, глянув на два локомотива еврозоны, на поведение активности у них отдельно. По еврозоне мы видим сильное отставание от прогнозов индексов производственной активности. Это у нас предварительные показатели, первые показатели за август. То есть это самые новейшие данные, почему я акцентирую ваше внимание на них. Это данные за август, то есть вот у нас импульс сократился, импульс у нас заканчивается, получается, этот летний. И все, мы вступаем в эпоху замедления импульса, который у нас был. Об этом я себя предупредил в июльских минутах. И действительно, пожалуйста, вот вам получайте первые тревожные звоночки. Вот, собственно, вот это отставание от ожиданий, мы видим, что на какую реакцию в евро у нас породило в евродоре. Пожалуйста, активные снижения агрессивной продажи в евро, развеивание мифов, заблуждение о том, что еврозона у нас растет сильнее, чем на США. Я напомню, что у нас летом вот этот весь рост, который у нас был вот здесь, вот этот рост, который мы наблюдали, это рынок закладывал у нас ожидания, что импульс еврозоны, еврозоны экономический, который он набирает, он выгодно отличает, грубо говоря, экономику еврозоны от США. В сравнительной перспективе, да, выглядит лучше, получается, экономика еврозоны, чем в США. Поэтому относительно, это как бы, получается, эффекты, да, распространяются вот этих ожиданий, да, этих ощущений, они распространяются, собственно, и на обменный курс. Вот поэтому мы видели вот такой рост значительный в евро относительно доллара. Вот в этом росте, да, вот здесь очень много было ожиданий, очень много было ощущений заложено, учтено того, что пока США там погрязает во второй волне коронавируса, пока там импульс не смогли нормально использовать, который фискальная реформа дала в еврозоне, ситуация отличается. Социальное дистанцирование, меры вот эти все предпринятые, импульс, который государство воздало, вот это восстановление, ЕС лучше смогла его сохранить, лучше смогла его преобразовать в рост экономических показателей, который вот здесь привел к росту обменный курс. Вот, и с новыми данными, которые мы получаем вот с этими данными по производственной активности, вроде бы они вот здесь, да, вот помечена небольшая важность, средняя важность и так далее. То, что вот евро отреагировал, получается, у нас вот на такие вроде бы непримечательные новости, которые он обычно игнорирует, если вы следите за тем, как отвечает у нас евро, как реагирует евро на эти показатели, обычно реакция, ну, прохватная такая, а здесь были агрессивные продажи. Это вот такой нам инсайт дает о том, что действительно переоценка перспектив в евро, касательно того, сколько еще этот импульс продлится, восстановление, она может привести к снижению евро, в том числе относительно доллара. Как раз вот поэтому. Что еще показал протокол вот этого заседания Юльского? Значит, было указано, что прогнозы экономические по росту, по инфляции, по безработице, вот макро-показатели основные, их улучшение, их прогнозное улучшение, оно исходило, оно строилось из того, что будет сохраняться мощная монетарная поддержка со стороны центрального банка. И что это говорит? Нормализация вот этих всех кредитных условий, да, после сильного смягчения, она долго не будет происходить, потому что это сродни, сродни лишения утопающего спасательного круга, спасательного троса, да, это говорит о хрупкости экономики еврозоны, это говорит о нежелании ЦБ сейчас вообще трогать ставку, как и в США, по крайней мере год-два. Были в протоколе у нас и ястребинные моменты, значит, упомянули там чиновники, что если вы следите за политикой ЦБ, что они там сейчас используют в качестве основных мер стимулирования, что у них в инструментарии сейчас. Это есть такая программа выкупа активов пандемической, у нее огромный просто размер, там 1,3 триллиона евро. Так вот, такое вот последовало замечание интересное, что вот это значение в 1,3 триллиона евро, это не цель по покупкам активов проблемных скупкой ЦБ, это не цель, это всего лишь верхний потолок, который может достигнуть, да, ну, как бы намек, что достигать никто столько проблемных активов не собирается скупать. Это вот такой ястребинный момент, который говорит, что скупка активов, объема, да, она очень вариативная, она, ну, если бы не хочет давать гарантии по тому, сколько он будет там скупать этих проблемных активов каждый месяц. Он просто говорит, что да, вот потенциальный объем есть, вот это у нас есть базука такая, мы ее можем использовать при необходимости, но мы не будем ее использовать, мы не гарантируем, что мы будем ее использовать в полном объеме, да, в полную силу. Вот, да, также вот ЦБ упомянул, что у нас в мае, в июне, в июле экономические сюрпризы, вот они концентрировались на стороне повышения, на стороне улучшения, да, вот, но это все-таки, опять же, лишь констатация того, что у нас был отскок, получается, экономики еврозоны в мае, в июне, ну, в этом периоде, да, о котором мы говорим, он у нас был, вот, в принципе, не мудрено, что мы получили вот эти данные, вот такие улучшения, как бы, это в целом, ну, истребиный момент, но незначительный, да. Также ЦБ у нас, что он еще заявил, он озабочен, а точнее, в июне он был озабочен некоторыми рисками, и вот, по прошествии месяца, получается, эти риски отступили. Итак, да, резюмируя сегодняшний обзор, по евро мы видим вот пробитие вот этой линии тренда, да, от которой обивалась у нас вот здесь евро, если мы перейдем на более мелкий график, видно вот здесь пробитие, попытка восстановиться, закрепиться выше, она провалена, получается, здесь была, и вот здесь последовали продажи, так как мы не смогли закрепиться вот выше вот этой линии тренда, не смогли. И этому есть причины, мы сейчас фундаментальные какие-то, да, вот предпосылки обсудили к тому, что вот евро может снижаться. Это у нас ЦБ, это у нас, как бы, улучшение данных, это связь между тем, что улучшаются данные, и, как бы, ЦБ об этом предупреждает, что вот синергетический эффект дает. Ну, и в целом, вот техническая картина по евро, да, вот мы видим, было вот здесь, отбивалось. Вот здесь не смогла у нас закрепиться, получается, евро-доллар, да, быстро вышла вверх, продолжала он отбиваться от этой трендовой линии, и вот здесь закрепление не произошло, вот здесь мы вниз, получается, спустились, да, вот это технически. Ну, большой риск, есть риск, что вот, как бы, на следующей неделе мы можем сходить ниже, это нужно учитывать, да. Не говорю вам, что мы не сможем продолжать рост, но все-таки сходить ниже, скорее всего, этот исход, ну, нужно ожидать, он состоится. Вот, это все, о чем я сегодня вам хотел рассказать. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, вы можете облагодарить меня, поставить лайк, я буду рад увидеть ваши лайки, буду рад увидеть ваши комментарии, пожалуйста, пишите. Обсудим мы с вами ситуацию по евро, ситуацию с тем, о чем же нас предупреждает ЕЦБ, ну, естественно, техническая картина. Пожалуйста, тоже рад увидеть, услышать по данной паре. А вот, все, это все, о чем я сегодня вам хотел рассказать. Всего доброго, торгуйте в профит, увидимся с вами в понедельник.